Благословен ты, Господь и Бог, наш Царь Вселенный, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору, благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. И на этой неделе мы с вами начинаем изучение следующей, третьей книги Торы, которая называется «Ваекра» или «Левит». И это книга, книга Левит, это глава, это с первой главы книги Левит по пятую главу 26 стих или в сеноидальном переводе по шестую главу 8 стих. В общепринятом сеноидальном переводе это шестая глава 8 стих. И наша недельная глава, она повествует о жертвоприношениях. Начинается она следующим образом. «И возвал Господь к Маше и сказал ему из кинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то...» И перечисляются жертвы, всевозможные жертвы. Первая идет, говорится о жертве Алла, жертва всесожжения, потом говорится о хлебном приношении, говорится о мирной жертве, говорится о жертве за грех и о жертве повинности. И изучая нашу главу, интересно становится уже с самого начала. «И возвал». Само название главы ваекра называется «И возвал». Бог образовал место своего обитания среди народа, и он взывает к своему народу. Он показывает ему в предлагаемых жертвоприношениях своего рода такую определенную систему, которая поможет человеку приблизиться к Богу. Но давайте, прежде чем мы с вами начнем изучение нашей недельной главы, мы немножко вернемся назад в предыдущую главу. На прошлой неделе мы заканчивали изучение второй книги «Шмот» и изучали главу «Ваягель». Если вы вспомните, то в конце недельной главы «Ваягель» что произошло? Маше, он освящает скинию, Маше освящает когенов, происходит первое жертвоприношение, и великая слава Божия, она просто накрывает скинию. Бог являет себя дивным, явным образом среди своего народа. Давайте мы подумаем с вами, для чего же вообще Господь, Он устроил мешкан? Вот Вадик сегодня этот вопрос поднял, говорит, ну, в принципе, Бог, Он уже обитал среди своего народа. Бог, Он хотел иметь особое место, где народ мог видеть особенное Божие действие. Да, мы с вами живем, и Бога мы ощущаем, каждый из нас, ходя в личной жизни, в личных отношениях с Богом, мы всегда чувствуем Бога. Дух Святой, живущий внутри наших сердец, Он свидетельствует нам, что мы дети Божии. В каких-то определенных ситуациях мы видим Бога, мы видим руку Божию, то, что Бог делает. Но когда мы собираемся вместе, что-то особенное происходит. Какое-то особенное Божие действие происходит в собрании Его народа. И одной из целей, почему Бог устроил мешкан, почему Он устроил скинию, Бог хотел себя являть в этом особенным действием, Он хотел обитать среди своего народа. Об этом мы читали в книге «Шмот» в 29 главе. Его желание было обитать среди своего народа. И вторым моментом это было то, что Бог хотел дать возможность Его народу приблизиться к Богу. Вы все знаете, ни для никого не секрет, что после грехопадения грех стал между человеком и Богом. И Бог в своем желании всегда, изначально будучи любящим Отцом, Он желал, чтобы человек имел возможность стать ближе к Богу, приблизиться к Богу. И вот жертва, то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, она как раз и есть этим средством, которое помогает человеку приблизиться к Богу. На еврейке это слово карбан, жертва, оно происходит от, имеет корень, корень слова коров, что означает близкий. И вот жертва, она дает возможность человеку приблизиться к Богу. И очень важно для нас понимать, что не само жертвоприношение, как какой-то некий такой технический способ, или какой-то особенный ритуал помогает приблизиться к Богу. Нет. Жертвоприношение должно иметь духовный характер. Оно должно исходить из сердца, должно быть желание, должно работать сфера духовная, сфера мыслей, чувств и эмоций. Все человеческое естество, оно должно желать приблизиться к Богу. Только тогда, когда будет приноситься жертва, и жертва помогает человеку свои мысли собрать и настроить в этом направлении. И ни в коем случае жертвоприношение, оно не является каким-то таким магическим действием, каким-то магическим обрядом. Это не обряд. Всегда за жертвоприношение, как я уже сказал, должно быть какое-то очень твердое духовное основание. И человек, который приходит к Богу, он всегда должен понимать, что в принципе он не достоин предстоять перед лицом Бога. Потому что осознание своей неправоты, покаяние, оно будет двигать к правильным действиям, одним из которых является желание принести Богу жертв. Нет, это не есть момент того, что Боже, я тебе дам жертву, а ты мне взамен дашь что-то. Нет, это не дальний дай, это основание того, что ты понимаешь, что ты неправ, и ты желаешь, ты жаждешь приблизиться к своему Творцу. И если мы вспомним Писание, вспомним то, о чем говорили пророки, то мы часто видим, что зачастую пророки говорили, что не жертв желает Господь. Бог желает сердца человеческого. И если мы вспомним даже историю Саула, который, казалось бы, должна начаться война, проблемы, армия разбегается, казалось бы, будет поражение, которого не должно быть, он приносит все сожжения, но приходит пророк и говорит, недорогой, то, что ты делаешь, это религиозное действие, это обряд, ты считаешь обрядом сохранить себе какое-то благо. Нет, он говорит, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковного. Бог хочет, чтобы мы четко понимали, что жертва – это не обряд, это осознанное желание приблизиться к своему Творцу. И принимает Бог наши жертвы тогда, когда мы делаем их искренне, от сердца, когда мы стремимся духовно возрастать, духовно преобразиться, духовно очиститься, когда мы стремимся избавиться от каких-то наших предрассудков и твердынь. И это одно из самых главных моментов служения к Богу. Ну, давайте мы перейдем к нашей главе и поговорим немножко о непосредственно жертвах, о которых мы читали и которые мы изучали на этой неделе. И первая жертва, о которой упоминается, это жертва Ола. Жертва – это жертва всесожжения. И эта жертва, сама Ола, оно переводится как то, что поднимается наверх. И вот когда человек приносит эту жертву Ола, принося эту жертву, вознося ее наверх, он сам как бы поднимается ближе к Богу. И интересно то, что эта жертва, она выражает идею полного посвящения без остатка всего себя Богу. Потому что если мы посмотрим, как происходила жертва, то жертва Ола, она сжигалась полностью. И это вот как раз оно символизирует то, что человек, он отдавал и посвящал себя полностью. И как мы читаем в нашей главе, что был человек, который приносил эту жертву, он возлагал руки на животного. И возложение рук, оно символизирует то, что человек, он отождествляет себя с этой жертвой. Говорит о том, что человек, отождествив себя с этим животным, он поднимается ближе к своему Творцу. Следующее идет хлебное приношение. Ну, об этом в следующем году я так избирательно поговорю об определенных жертвах. Хочу обратить внимание на мирную жертву. Мирная жертва, это была необязательная жертва. Ее не надо было обязательно приносить. Мирная жертва, она делалась по усердию. Человек делал эту жертву из благодарности к Богу. Когда в жизни его происходили победы, за какое-то благополучие, за успех, человек в знак благодарности мог принести вот именно вот эту жертву, которая называлась мирной. И отличительная часть этой жертвы, и она очень интересная, то, что сжигалась, в этом случае сжигалась не вся жертва. В этом случае на жертвеннике сжигался тук внутренний, обе почки. Но остальная жертва отдавалась часть когену, которая принадлежала священникам, но остальная часть, она съедалась до определенного времени в определенном месте. И съедалась она кем? Она съедалась родственниками, семьей человека, приносившего эту жертву, теми людьми, которыми были в гостях. И эта жертва, она была очень таким важным элементом в жизни еврейской семьи. Почему же она была такой важной? Она объединяла семью вокруг Бога, она объединяла семью вокруг служения, она давала понимание всей семье, что Всевышний постоянно заботится и печется об этой семье, благословляя во всех сферах. Следующая жертва, которой я хочу коснуться, это будет у нас жертва за грех. И я скажу честно, я точно не изучал досконально этот вопрос, но насколько я помню и с братом общался, до этого момента в Писании мы не видим вопроса поднятия жертвы за грех. Мы видим всесожжение жертвы, даже жертвы мирные были, но жертвы за грех, вот это первое такое упоминание о жертве за грех. Если я ошибаюсь, поправьте меня, поправьте, но насколько я изучал Писание, я думаю, что это первое упоминание о жертве за грех. И что же такое грех? Само слово грех, оно означает промахнуться, не попасть в цель, сойти с дороги. И вот как раз это жертвоприношение, оно и помогает человеку вернуться и стать на путь Божий. Бог хочет, чтобы между человеком и ним не было преграды. И вот эта вот жертва, она давала возможность человеку, очистившись, приблизиться к Богу. Интересно еще, также в жертве за грех, можно было очень, очень такая интересная тема. Мы видим, что есть разные степени ответственности. И священники, они жертву за грех приносили одну, народ, в общем, приносил другую жертву, начальники приносили своего рода жертву. Ну, опять-таки, это оставим на следующий год. Если Бог позволит, как говорится в Писании, если будем живы, и Бог позволит, то в следующем году мы об этом поговорим, потому что это такое немножко займет времени. И хочу еще остановиться на жертве повинности. А точнее, даже на заключительной части нашей недельной главы, это в Синоидальном переводе, шестая глава с первого стиха. И тут говорится о жертве повинности в сфере взаимоотношений между людьми. И читать я не буду, потому что по причине того, что нет времени, но так своими словами перескажу, что тут говорится о том, что если человеку было что-то дано, если человеку было что-то должное, человек потом говорит, что нет, ничего не брал, никому ничего не должен. Говорится о том, если человек что-то найдет и от этого отказывается. Ну, в общем, затрагивается сфера взаимоотношений. И давайте посмотрим на некоторые интересные вещи. Это сфера, в принципе, которую нельзя было доказать. Ну, вот, допустим, я вот одалживаю кому-то, к примеру, денег, там, я же не беру с него, одалживая, там, 50 гривен на расписку, иду заверять к нотариусу это. И подходит ко мне брат, одолжи, брат, 50 гривен, на 50 гривен. Ну, доказать в случае чего я это не смогу, правильно? Так и тогда, в принципе, все дела, если ты найдешь, ну, никому не скажет, кто узнает, что ты что-то нашел. Тут вопрос как раз касательно своего личного хождения перед Богом, что человека, если Дух, ну, если совесть на тот период времени, сейчас Дух Святой, тогда совесть. Если человека на тот период времени обличала совесть, то он что делал? Он шел и приносил как раз вот эту самую жертву повинности. И если мы посмотрим вообще вот на весь, на всю нашу недельную главу, получается такая очень-очень-очень интересная очередность. Вначале идет у нас на первом месте что? У нас идет жертва Ола, жертва, которая приближает человека к Богу, подымает нас и приближает к Богу. На втором месте у нас идет хлебное приношение. А хлеб, как мы знаем, он означает труд человеческий. Вот человеку, чтобы заработать хлеб, надо хорошо потрудиться. И хлеб, он символизирует то, что человек, принося приношение хлебное, он все, весь свой труд, все свое желание в труде, все он отдает на служение Богу. Человек все отдает Богу. То, что он делает, идет для служения Богу. Следующее идет жертва за грех. Человек осознает свою греховность, то, что несмотря ни на что, то, что он пытается делать какие-то усилия, приблизиться к Богу, несмотря на это, он остается по-любому греховен. Потому что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. И потом идет вот как раз жертва повинности и заканчивается она с верой взаимоотношений людей. И если мы немножко забежим вперед, то следующая наша глава, она начинается опять с жертвы Ола. Получается, начинается все жертва Ола, проходит какой-то этап и возвращается, чтобы человек опять поднялся к Богу. Но, интересно то, что не решив своих вопросов взаимоотношений, человеку нельзя будет принести вот эту вот жертву Ола. Нельзя человеку. Человек, как мы читаем в нашей недельной главе, он должен был возместить ущерб тому человеку. Если вот он нашел, даже он приносил жертву и должен был вернуть человеку и прибавить к этому пятую часть. Должны быть правильные взаимоотношения между нами, между братьями и сестрами. И если мы вспомним, 14-й Псалом говорит, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком Своим, не делает искреннему своего зла и не принимает поношений на ближнего Своего. И когда, друзья, когда мы будем иметь правильные взаимоотношения, когда мы не будем клеветать друг на друга, когда мы будем возвращать долги друг другу, чтобы брат не притыкался о том, что ты так поступаешь, называя себя верующим, когда мы будем действительно пытаться проявлять любовь, и чтобы эта любовь была действительно видна, то тогда я верю, что всякий человек, приходивший в собрания новые, он будет говорить, да, это воистину ученики Христовы. Тут любовь. Я чувствую любовь. И я засвидетельствую очень коротко о том, как мы с женой пришли к Богу. Вот то, что меня коснулось, я впервые, я не пришел к Богу в 18 лет или раньше, я пришел к Богу в 30-летнем возрасте. И я вам могу сказать, что впервые, ну, я не считаю там детство, юность, но за свою взрослую сознательную жизнь, впервые я за много лет, я почувствовал мир, я расслабился и почувствовал, что здесь какая-то особенная атмосфера. Сейчас я уже понимаю, что это атмосфера Божьей любви. И вот наша недельная глава, она как раз учит о правильности взаимоотношений. У нас должны быть правильные взаимоотношения. И в конце своего комментария я хочу сказать, что все вот эти вот жертвы, которые описываются в Торе, все эти жертвы, они указывают на одну жертву, на одну совершенную жертву, на жертву Ишуаха Машеха, который сам добровольно сошел с небес и умер на кресте за каждого из нас, искупив наших грехов и дав нам возможность подняться к Богу и быть рядом с Богом, называться детьми Бога Всевышнего. И то, что мы сегодня читали в нашей недельной главе, это было всего лишь тень будущих благ. Послание к евреям, я зачитаю вам 10 главу. Послание к евреям, оно говорит следующее. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и те же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными переходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищенные однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Потому что Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». Сказав прежде, ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова